Гражданин Соединенных Штатов Америки и Республики Южная Осетия. Член Сиастинского Совета Штерныхаш. Первый человек, раскрывший всему миру ситуацию лета 2008 года в Южной Осетии. Всех заслуг и добрых дел и не перечесть. Словом, человек, полюбивший маленький народ, большой державы, как свою родину. Это Джозеф Местас. Был День народного единства. Огромное количество людей, и вот на фоне всех, конечно, он выделялся. Похож на Химгуэль. Я про себя думаю, кто это такой? Я говорю, вы кто? А он говорит, американец. Я говорю, нет, я говорю, человек. Я говорю, ну вижу, что человек, ну кто вы? А он говорит, я американец. А я про себя думаю, что он здесь делает? Весь увешанный под аппаратами, вот такой вот весь из себя. Ну и вот так мы с ним познакомились. Потом смотрю, телефонный звонок и звонит ему. Я говорю, это, это, он, здравствуйте, Эдуард Джабеевич. Я про себя думаю, ну что сочиняет? Вот кто его там знает, Джабеевич будет ему звонить. А он говорит, ты с кем? Вот, говорит, я иду с администрации города, с одной вот женщиной, интересно. Он говорит, ну да, я трубку. Я взяла трубку и смотрю, правда, Эдуард Джабеевич. Мы с ним поговорили, я думаю, ну ладно, он его знает, значит, это наш человек. Что отличает осетинского Джо из Джоджии, как его здесь прозвали, это добродушность, скромность и отзывчивость. Очень тяжело уехать домой, потому что я здесь очень привык, и люди здесь мне нравятся. Народ здесь, в Осетии, очень жабак. Если больше людей было бы как осетин, то мир будет лучше вместе жить. Я люблю тебя, Осетии, и народ. Помогая в проведении мероприятий отделу по связям с общественностью, Джо с удовольствием знакомился с Владикавказом, созидая тем самым дружеские отношения между двумя народами, соприкосновению, переплетению двух культур. Я получил удостоверение, я Борис Басаев, Стернихаж. Я буду соединить осетинские люди там, чтобы у нас тоже осетинские мероприятия будут. Сергей Дзанцев, мэр Владикавказ, тоже благодарит, что разрешил меня снимать и почаствовать на мероприятия. Своё первое интервью он дал на телекомпании «Владикавказ». И последнее перед отъездом в Америку, не скрывая горечи расставания, тоже досталось нам. Он уехал, но обещал вернуться. Летом. Дашарам бомбировать в Андараш до следующего года летом.